Это знаешь, к кому надо обращаться? К Калистарову на железную ставку, он там таких прогнозчиков разъёбывает конкретно. Ну как тебе? Слушай, ну неплохо, но есть как бы вопросы. Братан! Братан! В виде Лукашенко я тебе могу сказать одно! У нас год крысы! Сидел! Приветствую всех, дорогие друзья, на YouTube-канале про жизнь таксиста. Должны ли таксисты организованно собираться, объединяться и совместно проводить время? Ведь в такси у нас нет сильного действующего профсоюза, как в других сферах жизни, как на других рабочих местах, рабочих коллективах. Безусловно, безусловно, таксисты должны встречаться и совместно проводить время, хотя бы отдыхать. Некоторые блогеры стараются сделать подобие профсоюза и как-то объединить людей. Для этого организовываются чаты, чаты в WhatsApp, чаты в Telegram и на других площадках. Так и я, собственно говоря, когда пришел на YouTube, это было порядка трех лет назад, уже три года прошло, представляете, какое время. Вот тогда я начал организовывать различные площадки в чаты в WhatsApp, один чат в WhatsApp и чат в Telegram. В WhatsApp так чат я и назвал, столица мира, и вот начали активно подключаться ребята, добавляться, знакомиться друг с другом. И уже организовалась такая своеобразная ячейка, своеобразный, наверное, профсоюз, объединение. Ребята вместе проводят время, играют в футбол, посещают различные спортивные мероприятия. И даже порой у меня времени не хватает, и многих ребят я в глаза никогда не видел, общаемся в чате. И вот в эти выходные по инициативе ребят, опять же, с чата, даже не столько моей инициативы, мы собрались и совместно провели этот уикенд в воскресенье. Да, популярное такое слово уикенд. Собрались организованно и провели вот это время. Пожарили шашлыки, пообщались с какими-то ребятами, я впервые увиделся. Краткий отчет вот о том, как все прошло сейчас будет. И хотел бы призвать и других блогеров, и всех таксистов, наверное, быть ближе друг к другу. У нас много общих задач и общих целей, еще не реализованных. И если мы будем разобщены, где-то ездить, таксовать, каждый, знаете, ни с кем не общаться с коллегами, то просто те же самые агрегаторы, те же самые чиновники, которые, увы, пока не на нашей стороне, им будет проще решать те задачи, которые идут абсолютно в разрез с нашими. Наша задача, естественно, больше зарабатывать в такси, и чтобы нас слышали на уровне чиновников, на уровне агрегаторов. Естественно, если мы общаться друг с другом не будем, то кто нас услышит, там, Денис, там, Вася, Федя, Саша, Маша, там, кто-то что-то сказал, там, с Ютьюба, знаете, там, никто это не видел, ни обращения, никаких там, ни просмотров, ничего не было. И что там, какой Денис, кто там? А вот если нас будут тысячи, я уже там, сотни тысяч, представляете, миллионы, да, таксистов, как-то объединенных, и мы, естественно, сможем свои права уже отстаивать гораздо проще, вот, на уровне тех же самых чиновников, на государственном уровне. Это будет уже хотя бы какое-то подобие, знаете, объединения, профсоюза, что-то такое. Вот, краткий отчет, долго, да, затянул я отступление, краткий отчет о нашей встрече, как с ребятами все прошло, и такой, знаете, посыл, наверное, я сделаю чат про жизнь таксиста, ну, чат столицы мира есть, а про жизнь таксиста нет. Чат в WhatsApp про жизнь таксиста сделаю, организую, и вот ребята, которые хотите добавиться в новый чат, познакомиться между собой, пообщаться, пообщаться о такси, и не только, добавляйтесь в новый чат. Ссылку, естественно, вот общую, наверное, под видео я оставлять не буду, по одной простой причине, сейчас туда добавится немереное количество, там, людей, какие-то рекламные дела туда добавятся, начнут рекламу, скидывать, спамить, поэтому этого я делать не буду, просто все, кто хочет вот в чат добавиться, вы пишите мне в Директ, либо в личку в ВК, ну, любые, любые контакты, все мои есть в описании, удобным способом, либо просто под этим видео пишите свой мобильный номер телефона, и я вас в чат добавлю, назначим модераторов, ответственных за чат, и, ну, такая новая ячейка таксистов будет сформирована. Всем добра, счастья, хороших заработков, удачи, и не болейте, друзья, берегите себя, сейчас осень, столько заразы всякой на улице летает, что тепло одевайтесь, и будьте здоровы, всем добра. Что, парни, привет, сегодня в коем-то веке мы организовались, чат столицы мира, ватсаповский, можно сказать, сами организовались, ребята, и сегодня, конечно, мощный шашлындос у нас. Здесь вот такое вот мероприятие, столик, парни, мих-мих, мих-мих такси. Пойдем шашлыки посмотрим, как жарят. Всю парковку в городском парке Балашихинском таксисты заняли. А это не таксисты. Ну что, заводи. Ну как тебе? Слушай, ну неплохо, но есть как бы вопросы. Есть вопросы. Вопросы есть. Есть ответы? Ответов нет. У него пока ответов нет, но я готов вам задать вопросы, которые справляемы. А где они шашлыки жарят? Вот где-то здесь, я думаю, через Орог, где-то здесь, видимо. Дорогой мой юный друг, смотри, он там, он там, вон там, пальчиком наложил. Это Юрый. Он с Рысом. Это наши ребята, которые жарят мясо. Нереальный шашлындос. Это не наш, это не наш, а наш он. А какая разница? Что такое национальности? Вот. Все культурно. Поняли? В парке не разводить, а вот в лесу можно. Бережем лес от огня. Ты же, да, сделали? Раньше в парке можно было. Мы буквально еще некоторое время назад там жарили. Все, движуха полным ходом, народу прибывает и прибывает. Деньги сколько стоит, и в обслуживании дорогая. Бля, у нас весь модельный ряд есть, от Мерседесов до Лады Веста. Весь модельный. Веста, не веста. Весь модельный ряд. Весь такой модельный ряд, да? Дэн, Дэн, объясни мне, когда тебе надо? Так, завтра. Да пока не надо. Дайте руки в одну и в другую. У нас есть одна проблема. Не брызг, я просто понюхаю. Здесь же парфюмерная продукция. Я сейчас с мясом буду работать, зачем ты мне руки... Блин, Дэн. Ой, Эд, я хотел на другую руку... А это помню, это разливуха. А вот разливуха. Это хомсфорт разливуха? Так дай просто понюхать, я помню. Ну что ты можешь сказать по таксомоторному сообществу теперь? Насколько оно... Вот видишь, вот в чате у нас люди организованные, понимаешь? Очень крепкие и отмороженные, серьезные люди. Любой вопрос решим. Вообще просто. Вот кто-то догоняет вас. Там Славик просто уже заебался. Он не подходил к столу уже часа два нах. Смотрите, какая красота у нас в Блашихе. Парк, культура и отдыха. Я буду, если я даже посиньку смогу, что-нибудь так... Я потом буду трезвым. Блядь, это было видео. Еще раз. А это новый контент. Раскроем, что внутри. Да, 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 да. Салам попало. Это же болезнь, блядь. А, не, ну пустую. Давай, давай, еще что. Братан, братан, беди Лукашенко, я тебе могу сказать одно. 36 лет год крысы. У нас год крысы. Живи, Беларусь. Живи, Беларусь. Гип-гип, ура, гип-гип, ура, гип-гип, ура, ура, ура. Да, ура за меня помилит. Не, а что вы? Я так очень сильно не считаю. Чисто мужчины в рассвете сил нахуй. У каждого своя, блядь, история нахуй. Вот я хотел бы каждую историю отснять. Заточки ушлые. Это на время. Заточки ушлые. Моя будет история поучительная. Какой-то бы непонятный, никогда бы не приехал бы. Вот, вот, вот. Давай про ставки расскажи. Да, Станклупа, я бы советую. Хотел заработать легких денег. Так. Нашел Никиту Маркина. Сидел. Раньше работал вахты, делать нечего. Сидел. Не сидел. Сидел на работе. Нашел прогнозы. Три тысячи на месяц. Все проходит. В итоге ничего там не проходит. То есть ты заплатил деньги за прогнозы? Три тысячи. Никита Маркин. Три тысячи жесткие. Поддал он. А кто тебе отец, маль? Я поначалу, как показывали, все это было красиво. Прикинул, что можно зарабатывать. Потом понял, что нет. Если даже ставить, то можно зарабатывать с умом. Кто в спорте шарит. Я в спорте соображаю. Можно ставить, можно зарабатывать конкретные бабки. А вот это, кто предлагают свои прогнозы. Платные. Да, не прошло. Не, но если они продают прогнозы, что он сам на них не зарабатывает? Прогнозы никто никогда не продает. То нормальный прогноз. Он бы сам зарабатывал на нем и не продавал. Потому что начинаешь потом, о, не зашла. Блин, пацаны. Пацаны, говорит, не пойму, всегда заходила, не зашла. А в этот раз, говорит, давайте следующий. Про кого капера говоришь? Да они все одни и те же. Все одни и те же. Никто не заработал. Я вот езден, да, с Диманом Батайским. Видел, я фотку вкладываю? Видел? Ты знаешь, что? Да, да. Видел вообще историю? Да, да, знаю. Вот, блядь, Слав, ну, блядь, зачем ты понимаешь, что? Остановка по кайфу. Я вас всех сейчас люблю. Не надо сейчас, но навсегда. Это такси, это лучшее, что может быть ведь у нас. Да? Дай попробовать. Давай, братец. Я так рад, что ты родился, я трех баранов зарезал вообщем. Я смотрю, три барана стоят, вообще всех зарезал, всех зарезал. Смотри, какое мясо получилось здесь. С трех баранов, с трех. Готовьте блюда. Все, блин, давай. Я вообще быстро приятал его. Знаете, обыскать все оценят, да? Да, я давно обыскать. А все надо ебаться. Смотри, отобираю, пидораска. Это что, это новые блогеры, да? Я не знаю. Тикток снимают. Нет, все только мне уже почти 4 тысячи. Это 100% для тиктока снимают новые пацаны. Тикток заходит, что у них попади, знаешь. Это будущие таксисты, да, Андрюх? Не дай бог. Денис, Денис его зовут. А, Ден? Да, да. Он зовут Денис. Они почему-то такой. Не-не, Денис Денис. Они говорят, хорошие пиздец. Пацаны, знаешь, что я говорю? Пацаны, покажите плохие. Люби у нашей села батарейка. О-о-о-о! А тут же с утра щепечек канарейка. Чу-у, в любови у нашей села батарейка. О-о-о! Ой-я-я-я-й-о! Батарейка! Ой-я-я-я-я-я-й-о! Батарейка! Батарейка Хеллдрайвер проверим Эд зарядил сейчас проверим Он говорит что не понимает что только хеллдрайвер Он объясняет Нажимаем Убивают 5 от меня Давай посмотрим Я на тачку приклеил Я включаю Мих мих Хеллдрайвер включили Убивают включили Кто подъедет Давай наушники подарим Дарю наушники Давай съездим Геллдрайвер Дарю наушники Леха наушники дарит Я клянусь я дарю наушники беспроводные И все нормально Я пацанам духи подарю Кто сейчас подъедет Духи и наушники дарим Не вопрос Не подарим Проверку Давай давай Сейчас берем Кто к нам едет Эдуард Вот С 4 км взялся И к вам едет 1 ТС До ближайшего Едет тип Короче мы его сейчас нахуярим Шашлык Сменина Баранина Грибы Сок Компот А может кто-то приехал Не он приехал И кричат И кричат И ты обещала Но слова не сдержала А только написала Ты все поймешь солдат Ты все поймешь солдат Вбивая черным сапогом Здравы прозрачную росу Наш караул Юр Все хорошо Бодро Свежий Эндрю Я Денис Денис Что вот Эдик вызвал Миша типа против Я вообще не понимаю Мишу на позицию Миша Ну представляете Парни сейчас едет Человек там Везет либо пассажира Отвлекается И говорит Давайте что за рулем Тут нужно пацану помочь Приезжают Бах Куча народа бухает И говорят Братан давай к столу Ну это ж неправильно Ну в чем неправильно Едет он Подает на заказ Хороший Он 100% знает Что он сейчас Миша Да где ты видел Хороший заказ В такси Последнее время А что касается Ребят Ну они говорят Ну подъедет там Давайте там скинемся Какой-то подарок сделаем Давай зададим вопрос Обществу Ребят напишите Что вы думаете По этому поводу Правильно вот так вот делать Или нет Гэлдрайвер используют Для того чтобы коллеги Пришли Приехали И подарили подарки Нет Ну подарить подарки Разумеется Ну просто отвлекать их От работы Не ну как отвлечь Он столько не заработает Он сюда приехал Ему бы подарок подарили Но если мы ему подарили бы подарок Тот который Он не смог бы заработать В ближайший час Это одно Какой нахрен В ближайший час Он мог сюда доехать Четыре минуты И четыре минуты отсюда Короче я с тобой не согласен Парни пишите Пишите там Что думаете Сколько алкоголя не берите Всегда будет мало Михаил Михаил постоянно берет алкоголь С маски С маски А нет Ну маски можно Востяк Михаил Постоянно покупает алкоголь здесь Я постоянно здесь беру маски Местный алкаш Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Я выключил халк-гравер. Похал к драйверу, человек приехал. А че? Похал к драйверу? Миша, похал к драйверу. Баранину, баранину. Я даю, скину, и он один ехал. Смотри, в съеме? Я тебе их дарю просто. Я тогда включил, Миша меня попросил, я выключил, и он один ехал. А ты же выключил. Я выключил сразу. А он уже проложил маршрут и ехал. Вот стоп. И всем друзьям расскажи, когда будет пьянка у блогеров, там наушники раздают бесплатно. Нет, ты сделал правильный поступок, что приехал. Просто мы все как бы ездим, это все поддерживаем. Блин, возьми всем руку. Братан, есть? 500 рублей, дайте. Да, успокойся. Человек приехал, я не буду... Я не унижаю никого за деньги. Я говорю, что я выключил. Ты уже маршрут и поехал посмотреть, да? И потом кто-то говорит, что там... А теперь... Никто-то не приедет там... Как зовут? Умит-Умит. Умит. А кто по нации? Умит. Узбек. Столица мира! Все! 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 Он приехал! Я тоже родился в Кашкентре. Да вот он приехал, он блять не заднюю... Все столицы мира приветствуем Умита! Приветствуем Умита! Приветствуем Умита! Приветствуем Умита! Молодец, брат! Приветствуем Умита! Блин, спасибо тебе большое! Браво, аплодисменты! Юра, аплодисменты! Выключайся! Через 40 минут будет новый шашлычок! Спасибо огромное! А так смотри, сейчас шашлычок, шашлычок, все дела! Вообще, не-не-не-не, от души прям! Кто-кто-кто? От тебя зависит, от тебя зависит! Я не знаю... Красиво! Дэн, 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 Дэн! Мы штангу уважаем с ним! Не-не, тут без вопросов! А! 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 Давай, Раф! Зарастаю! Не остаться в этой траве! Не остаться в этой траве! В этой траве не оставай! Пожелай мне удачи в бою! Пожелай мне удачи! ПОЮТ ПОЮТ Посмотри на меня, не молчи Крики чайки на белой стене Это все, что осталось с тобой после меня Это все, что возьму я с тобой Сарочной водой у воды Красавчик, завчик Я прощаюсь с тобой Горсть тепла после долгой зимы Занесем Питкуна, если сделаешь